Боролся за трезвость, а попал за наркотики. Одного из основателей общественного движения «Трезвые дворы» Антона Худякова отправили в колонию на 11 лет. Его задержали еще в июле 2019 года. Худякова остановили на трассе. При себе у активиста нашли почти 50 граммов наркотиков. Спортсмен уверял, что приобрел запрещенное вещество именно для себя, для собственного употребления. Но оперативники и следователи ему не поверили. Вещество было расфасовано. В Сосновском районном суде Худякову вынесли приговор. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств. По информации очевидцев, после зачитывания приговора спортсмен начал громить зал. Кстати, кажется, это не первый раз, когда он ведет себя агрессивно в стенах суда. Ранее процесс в мировом суде закончился дракой. Общественники из «Трезвых дворов» не сдержали эмоций и сошлись в рукопашной прямо в здании Фемиды. Один из участников процесса пытался задушить второго. У нас был первый суд. На этом суде нас пытались примирить. Антон Худяков сказал, что примирения никакого не будет. Он говорит, будем ходить в суд, будем судиться. Я не собираюсь примиряться. До этого мужчины подрались недалеко от гостиницы «Виктория». Момент потасовки тогда сняли на видео. Вы его толпой записали. Какой толпой? У нас видео есть. Вы его писали, чего пинали. Кто его пинал? В итоге это дело дошло до суда. На предварительном слушании мужчины, видимо, договориться не сумели. После заседания Александр решил пообщаться со своим оппонентом. Но диалог снова перешел в конфликт. Еще голову тебе разбить надо. Голову разбить? В этот раз Антона Худякова увел конвой. Прокуроры просили отправить его за решетку на 12 лет, но суд назначил 11. Отметим, несколько лет Антон Худяков и другие активисты трезвых дворов отбирали у челябинцев алкоголь и заявляли, что пить вредно. Теперь продвигать здоровый образ жизни челябинец будет уже в колонии. Продолжение следует...